Добрый день всем! Я Сергей Мец и сегодняшний выпуск программы посвящен российско-турецким отношениям. Было бы правильно назвать сегодняшний выпуск так – Лиговка против Касым-Паши, поскольку оба президента – российский и турецкий – выходцы, как принято говорить у нас, из пацанских районов. Оба чрезвычайно самолюбивы и амбициозны. Оба строят свое государство по принципам, больше похожим на восточные авторитарные режимы, нежели на западные демократические. Впрочем, я бы не стал делать между этими вариантами общественного устройства кардинальных различий, поскольку в обоих случаях роль народа сведена к минимуму. Различия лишь в показателях этих минимумов. Тем не менее, наши страны во многом похожи. И Россию, и Турцию последние пять лет сотрясают общественные волнения. И в России, и в Турции нулевые были тучными годами. Вот только Россия президентская страна, а Турция парламентская, что, впрочем, может продлиться недолго в свете последних событий с выборами. И вот пришел 2015 год, 24 ноября, когда турецким МВС был сбит российский бомбардировщик Су-24. Два российских военнослужащих погибли. Президент Турции отказался извиняться перед российской стороной, заявив, что российская авиация постоянно вторгается в воздушное пространство его страны. Путин назвал этот случай ударом в спину со страны дружественной державы. В Москве закидали яйцами и камнями посольства Турции. Депутатами и иными ведомствами России инициированы помидорные и прочие процессы. А в среде обывателей вовсю циркулируют слухи о близкой возможности начала Третьей мировой. В спину удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом, политологи, тюркологи удестерили количество ударов по клавиатуре. С самых высоких трибун раздаются призывы отомстить, вплоть до предложения нанести ядерный удар, чтобы Стамбул смыло 15-метровой волной. Наблюдаются чрезвычайно усилившиеся слюноотделения участников прости господи ток-шоу на телевидении, руки которых тянут уже вернуть взад наш исконный Константинополь, ну и так далее. И как разобраться во всем этом серьезном и бредовом, ужасном и вместе с тем часто комичном действий, обывателю не понять. А людей ведь жалко, в первую очередь погибших, но и остальных тоже. Кстати, следует обратить внимание на одну странную и страшную особенность существования информационного пространства. Какие бы ужасные ни случались катастрофы, они забываются максимум через несколько дней. Сегодня почти уже не говорят о страшной трагедии на Синае с 224 погибшими мирными пассажирами. Давайте помянем и их, и всех ненимных жертв амбиции политиков и кровавых методов террористов любого толка. Вернемся к нашей теме. Думаю, вряд ли кто-нибудь предложит хороший рецепт выхода из сложившейся ситуации, да и амбиции лидеров стран вряд ли позволят им найти самый быстрый и самый оптимальный, устраивающий обе стороны вариант решения проблемы. Да и как можно требовать человеческого участия к нашим детям, старикам и женщинам, когда люди ворочают триллионными бюджетами своих стран. Тут без вариантов, что называется. Что касается цифр и фактов, то абсолютно полную картину можно получить, погуглив разные словосочетания типа экономика Турции или во втором случае России. Те же, кто владеет турецким, могут сравнить сегодняшнее общественное настроение в двух странах. Самое печальное во всем этом вот что. История не помнит случаев, когда бы трезвый расчет брал вверх над амбициями, в особенности, когда первые лица государств тратят столько усилий на искоренение в своем окружении людей, способных высказать отличную отначальственную точку зрения. Остается уповать на Господа, которому, кстати говоря, у президента отдают должное. Каждый по-своему. Только в его силах вразумительно оставить на путь истины двух чрезвычайно амбициозных лидеров. А если они удосужатся призвать на помощь трезвый расчет и услышат призывы, обращенные к ним снизу, на худой конец вспомнят первопричины начала всех мировых конфликтов последнего столетия и ограничатся теми малыми жертвами до упокоиться их души, что уже принесены, глядишь мы и вздохнули бы легче. Еще увидимся, даст Бог!